Я считаю, что самый главный из них это решение вопроса правового статуса, нахождения мигрантов над других странами. Скажем, сейчас речь идет по всей этой страны, правовой статус. К сожалению, несмотря на культурных, языковых общность наших народов, то есть мы разговариваем на английском языке, на русском языке, мы были в составе одного государства, Советского Союза, и мы не смогли в течение 20 лет, более 20 лет, я имею в виду, с развала Советского Союза, не смогли выработать единую современную нормативную правовую базу для регламентации передвижения наших мигрантов с одной стороны в другую. Мы, как равноправный партнер Кыргызстан и Таджикистан, вправе требовать у стран, приглашающих нас в монотокрационные проекты, принимать наши условия вступления. И одно из условий вступления мы предлагаем поставить условия ратификацию Российской Федерации, Республикой Казахстан Конвенции о защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей. Потому что те условия, которые нам сейчас обещают и говорят, мы сделаем какие-то поблажки для ваших трудящихся мигрантов, они нигде не прописаны и не имеют какого-то опыта, такого институционального. А механизмы Конвенции о защите прав трудящихся мигрантов, они испробованы, они имеют действия. И ратификация этими странами данных Конвенции намного усилит гарантии прав наших трудящихся мигрантов на территории этой страны. Мне кажется, мы должны об этом заявлять. Мы должны заявлять о себе как о равноправном партнере, а не о каком-то маленьком мальчике, которому говорят, сиди. То есть мы тоже должны выдвигать условия, как государство равный партнер. Несмотря на то, что мы меньше по размеру и несмотря на наши иные возможности. В любом случае мы должны на международном уровне себя позиционировать как равноправный партнер любому государству. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok